Привет, дорогие друзья, на связи Владимир Коваленко. И в этом видео мы с вами поговорим о контенте, о видеоконтенте. Если вы хотите создавать качественный контент, вам нужно понимать, для кого вы это будете делать. И в этом видео мы с вами разберем три ключевых параметра для создания качественного видеоконтента для вашего YouTube-канала. До этого мы с вами разбирали общие составляющие для визуальной картинки, как подготовиться для того, чтобы снимать красивое видео, что вообще нужно для того, чтобы это делать. И если вы еще не смотрели эти видео, обязательно заглядите ко мне на канал, вы найдете очень много полезной информации. А я хочу теперь сказать о трех пунктах, которые нужны, ключевых параметрах, которые нужны для того, чтобы создавать качественный контент для вашего канала. Первое, что нам необходимо сделать, это узнать вашу целевую аудиторию. Ведь нам нужно знать и понимать, для кого мы создаем. Кто будет смотреть наше видео. Если вы на старте этого не определили, то вы будете просто палить из пушки по воробям. Вообще, любой бизнес, любое создание чего-то нового, нам нужно понимать. Кто будет смотреть, кто будет покупать, кто этим будет пользоваться, кто будет использовать. Понимаете? Для этого нам нужно разобрать нашу целевую аудиторию. Существует много методик для определения вашего аватара. Но я хочу с вами поделиться таким лайфхаком или каким-то... Ну, это не секрет. В общем, как на быструю руку вы можете определить вашу целевую аудиторию и ихние боли. Вообще, ваш аватар, ваш целевой клиент – это вы сами. Сейчас я имею в виду вообще в целом MLM-индустрию, потому что MLM-индустрия идут на человека. И те боли, те страхи, которые у вас есть, они волнуют тех же людей, которые будут приходить и к вам. Поэтому выпишите себе на листочек ваши страхи, ваши желания, чего вам не хватает, чего вы боитесь, чтобы вы хотели получить. Вы выписываете на листочек все эти темы и на них снимаете видео. Это первые критерии, по которым будут искать такие же люди, такие как вы, чтобы найти информацию и закрыть свою боль. А в дальнейшем вы можете, конечно же, разобрать целевую аудиторию, там, с помощью чек-листов все это разобрать. Но я вам рекомендую именно сделать так. Почему? Потому что целевой клиент – это вы сами. Понимаете, если вы как бы новичок, который только пришел в MLM-индустрия, если вы будете стремиться к тому, чтобы быстренько себе захватить сетевика, то, извините, на данном этапе вас не хватит, так сказать, мощи для того, чтобы закрыть этого человека в бизнес. Конечно, все хотят гоняться за сетевиками, потому что это очень удобно. Вы его прихватили, взяли, он вам построил структуру, вы выросли. Но так не бывает, он просто вас сожрет. Но это абсолютно другая история. Поэтому быстренько определите вашу целевую аудиторию, напишите, что вы хотите для того, чтобы не пулять из пушки по враям, потому что нам нужно, чтобы ваши видео смотрели, чтобы ваши видео выходили в топ. А если вы будете создавать контент, который не для вас, точнее, не для вашей аудитории целевой, то это видео не будут смотреть до конца, не будут просматривать, не будут рекомендовать, и, скорее всего, у вас ничего хорошего из этого не получится. Поэтому первый пункт – определяйте свою аудиторию, для кого вы будете создавать видеоконтент. Второе – нужно также понимать, что чаще всего ищут на просторах интернета, на ютубе, какие поисковые запросы работают, что хотят смотреть ваши люди. И для этого что мы сделаем? Тоже записывайте. Вы берете себе, выписываете 5 лидеров мнений из низшей, которая интересна вам. То есть мы сейчас рассматриваем непосредственно сетевой бизнес. Выписывайте 5 лидеров мнений, за которыми вы следите, за которыми, ну, возможно, следят ваши. Хотя, если вы следите, то и ваша целевая аудитория тоже на них следит. Берете, анализируете, смотрите подписки, количество подписчиков, комментарии, лайки. Смотрите, какие видео лучше всего работают и заходят аудитории. То есть вам самим, что больше всего набирает просмотров. Дальше что мы делаем? Кстати, я вам еще дам один сервис, который вам поможет анализировать поисковые запросы, которым чаще всего интересуются люди на просторах интернет. Называется K-World Tools. И ссылочку я вам оставлю в описании под этим видео. Вы можете ее сохранить себе, перейти и посмотреть. Именно по YouTube там можно выбрать. Посмотреть, что работает, вам выдаст похожие запросы, что чаще всего используют люди, что чаще всего они ищут в социальной сети YouTube, в поисковой системе. Парамониторив лидеров мнений, мы видим, какие видеоролики больше всего набирают просмотров, лайков. И именно эти видеоролики, похожие темы, мы берем себе на заметочку. Дальше что мы делаем? Мы делаем переупаковку. Мы можем на эти же темы записать такое же видео, только оно уже должно идти от вас. Почему мы это делаем? Потому что у нас две составляющие. Мы видим, что заходит и что хочет наша аудитория. Соответственно, мы посмотрели, что уже заходит и что они хотят. Выписали, записали, переупаковали и выдали в свет. Третий критерий – это следите за трендами, то, что сейчас появляется новое на рынке. Почему это необходимо? Потому что мы хотим, и люди всегда любят что-то новое, то, что работает, то, что секретно. Вот слова «секретно» и «новинка» очень привлекают внимание. И это хотят использовать. Поэтому, друзья, следите, мониторьте. Например, вы увидели, что недавно в Инстаграме появилась новая функция сториз. Ну, они как бы не так недавно, но тем не менее. Не все еще об этом знают, не все умеют этим пользоваться. Вы увидели, разобрались. Знаете, что нужно нажимать, куда нужно нажимать, как это работает. И создаем видео, например, как с помощью сториз можно привлечь от 10 партнеров абсолютно бесплатно. И разбирайте, что такое сториз, вообще для чего не нужны, нюансики. И все это видео рассказывайте. Либо, например, появилась функция «Быстрые ответы в Инстаграм». Вы можете записать на эту тему видео, например, на автоматическое, полуавтоматическое оборонка в директе с помощью быстрых сообщений. Человеку это интересно. В принципе, вот занимается сетевым. Он сейчас ведет его в основном в социальных сетях, если мы говорим об онлайне. И Инстаграм является одной из востребованных социальных сетей, где продвигаются сетевики. Ну, почему бы не знать такую интересную информацию, если ты этого не использовал. Все. Поэтому обязательно следите за трендами. Это вам поможет быть в тренде, так сказать. Тавтология получается, но тем не менее. Это поможет быть вам на высоте, и за вами будут следить, смотреть и набирать просмотры, лайки и комментарии. Поэтому, дорогие друзья, я буду очень рад, если вы будете использовать эти простых три критерия, незамысловатых, и это поможет однозначно вам увеличить ваш приток в бизнес. Три критерия создания качественного видеоконтента для вашего YouTube-канала в сетевой индустрии. Если вам было полезно это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Поставьте обязательно звоночек, чтобы не пропустить мое новое видео, потому что сейчас у меня идет такая эра создания и выдавания контента, и это будет вам помогать выстраивать твой бизнес и делать больше чеки, привлекать больше партнеров. Я очень надеюсь, что тебе было приятно послушать, а особенно полезно. Еще раз с наступающими праздниками, прошедшими всех благ тебе в этом году, и до скорых встреч. С вами был Владимир Ковленко. Субтитры создавал DimaTorzok